МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Солдат правопорядка поздравили с 30-летием вывода войск из Афганистана. Вновь было принято решение о направлении всех имеющихся документации прокуратуры Смоленской области, а также Следственный комитет. Из первых уст глава города рассказал о пассажирских перевозках в Десногорске. Задача наших специалистов сегодня – это помочь родителям найти те самые 15-20 минут в день для того, чтобы выслушать те проблемы, которые существуют у их детей. Сложный период. Как не потерять связь с ребенком на его пути во взрослую жизнь? Как терял порою я своих друзей. Зря они судьбе своей в жизни доверялись и лежать остались на стальной броне. Долг перед Родиной выполнен с честью. Школьникам рассказали о мужестве советских войск в Афганистане. А теперь об этих и других событиях подробнее. В Десногорске прошла панихида по погибшим воинам-афганцам. Богослужение посетили ветераны боевых действий и родственники солдат. Среди присутствующих был также Игорь Журавлев, председатель Десногорского совета ветеранов. После панихиды участники процессии отправились на Десногорское кладбище навестить могилы павших товарищей. В Смоленске состоялось торжественное мероприятие в память о погибших советских солдат в Афганистане. 30 лет прошло после вывода войск из этой страны. Но ничто не забыто. Никто не забыт. Все присутствующие возложили цветы, венки и корзины к Вечному огню мемориала, солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга. Затем все участники встретились в Культурном центре управления МВД. С приветственным словом выступил начальник ОМВД, генерал-майор полиции Василий Салютин. Он озвучил мало кому известные цифры. 127 ветеранов и сотрудников Смоленской области принимали участие в боевых действиях в Афганистане. Они подвергали свою жизнь опасности, но оставались верными присяге и воинскому долгу. Далее выступил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Он поблагодарил ветеранов и пожелал в этот день не только вспоминать погибших, но и радоваться за тех, кто вернулся живым. На вечере вручили памятные адреса и ценные подарки всем сотрудникам органов внутренних дел, которые исполняли служебный долг в Афганистане. Закончилась торжественная встреча выступлением группы СССР. Союз ветеранов войны в Афганистане исполнил песни о войне, долге и друзьях. Смоленский губернатор Алексей Островский потребовал от главы города Ярцево ликвидировать опасный дом. Признанный аварийный дом номер 8 по улице Ленинской еще два года назад покинули все жильцы. Но демонтаж здания так и не начался. В 2019 году на ликвидацию этого объекта выделено более трех миллионов рублей. Пустующее довоенное здание представляло опасность для жителей Ярцево. Его наконец-то начали разбирать. Тема автобусных перевозок. Острый повод для дискуссий и споров вот уже долгое время. Заработает ли городской автовокзал? И как решаются проблемы автобусного сообщения? Смотрите в сюжете. Нормальное функционирование транспортной системы города необходимы условия существования любого современного населенного пункта. Логистический вопрос стоит на побеске дня в Десногорске. Ситуацию с закрытым автовокзалом и нехваткой автобуса в городе не обсуждал только ленивый. Реальные факты искажаются домыслами и слухами, раскрашивая будущее городского транспорта в самые мрачные тона. Развеять сомнения и внести ясность призвана официальная позиция администрации. Качественной транспортной системе в городе быть, но не сразу. Результаты проведенных тендеров пока не удовлетворительны. Новых договоров на оказание транспортных услуг нет. Причина, заложенных в бюджете 2019 года 6 миллионов рублей, недостаточно для привлечения новых перевозчиков в город. В их отсутствии транспортировку жителей тремя автобусами ПАЗ осуществляет прежний перевозчик индивидуальный предприниматель Мефедов. Но выход есть. В настоящий момент ведутся переговоры с администрацией Смоленской области. Мы повторно занимаемся расчетами с учетом складывающих цен, так сказать, стоимости ГСМ, чтобы посмотреть, сколько нам будет не хватать с учетом выпадающих доходов и разницы в этой сумме, чтобы область помогла муниципалитетам. Другая сторона логистической цепи – автовокзал города. Еще в 2012 году его передали в собственность компании «Автотранс». Летом прошлого года предприятие прекратило свою деятельность, что определило и судьбу автовокзала. Его закрыли, и больше он не эксплуатируется. Уже более полугода муниципалитет прилагает максимум усилий для того, чтобы вернуть автовокзал в город. Мы подняли все документы и материалы, начиная с 1989 года. И по результатам проведенной проверки мной было принято решение о направлении всех имеющихся документаций прокуратуру Смоленской области, а также Следственный комитет. Глава города заверил, что доведет до жителей Десногорска результаты проверки документов. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. Смоленская прокуратура направила исковое заявление в суд на администрацию города. Прокуратура потребовала поставить на учет бесхозный участок трубопровода, который находится в подвале детской стоматологической поликлиники. Начиная с 2010 года сотрудники стоматологии писали обращения в разные инстанции с просьбой привести трубу в порядок. 30-метровый участок магистрального трубопровода не имеет собственника. Он сильно изношен и протекает. А в случае аварии прекратится работа не только детской поликлиники. Без воды останутся ближайшие дома. Решением Ленинского районного суда исковое заявление прокуратуры удовлетворено в полном объеме. Уже не ребенок, но еще не взрослый. Кризисные ситуации подросткового возраста обсудили на родительском семинаре в школе Десногорска. О тонкостях воспитания и опасностях взросления смотрите в сюжете. Подростковый возраст – это испытание как для ребенка, так и для его родителей. Смена настроения, замкнутость и агрессия – это лишь часть из новых семейных трудностей, которые необходимо решать сообща. Всегда ли такое поведение – повод бить тревогу? И чем вызваны отклонения в поведении ребенка? Проект «Родительский всеобуч» помог родителям разобраться в непростых подростковых переживаниях. Семинар прошел в школе номер один в Десногорска. Причина отклонения в поведении ребенка, причина зависимости не только от алкоголя, наркотиков, табакокурения, но и интернет-зависимости и так далее, они тоже кроются в том, что переживает ребенок. Специалисты Центра психолога медико-социального сопровождения детей из семьи рассказали родителям о внутренних переживаниях подростка, обсудили профилактику рискованного поведения, затронули тему агрессивного поведения, детских психологических травм, вызванных разводом родителей. Решение этой крайне серьезной и актуальной проблемы порой лежит на поверхности, но часто бывает, что родители среди будничных забот не успевают заметить надвигающийся кризис у своего ребенка. Задача наших специалистов сегодня – это помочь родителям найти те самые 15-20 минут в день для того, чтобы выслушать те проблемы, которые существуют у детей. Конечно, за один семинар невозможно охватить все тонкости подросткового поведения, но предоставленная информация наверняка поможет родителям взглянуть на своих детей более внимательно. Очень отрадно, что нас приглашают на такие занятия. Мы многому учимся и даже увлекательно, что школа заботится не только о нашем поколении, но и нам какие-то советы, рекомендации в некотором смысле обучение проводят. Я всегда с удовольствием хожу на эти собрания. Через бурный подростковый период ребенок делает первые шаги во взрослую жизнь и задача родителей, чтобы это было началом большого и счастливого пути. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. В Смоленской реке Гжать вся рыба всплыла верх брюхом. Гагаринские рыбаки выкладывают видео ужасающей картины. Сотни мертвых окуней, щук и лещей выброшены из лунок и просвечивают сквозь ледяную корку. Специалисты, экологи и правоохранительные органы начали расследование. Первые пробы воды взяли две недели назад. Отравление рыбы химическими веществами не выявили. Расследование продолжается. Напомним, что река Гжать впадает в Вазузское водохранилище, которое снабжает водой Москву. Специально к 15 февраля, к дате окончательного вывода советских войск из Республики Афганистан, старшеклассникам провели урок мужества в первой школе. Подробности в сюжете. Мало кто из школьников знает подробности той страшной войны. Из-за чего началась, когда закончилась и какой трагедии стала для многих людей. Специально к значимой дате сами ученики подготовили для своих одноклассников тематический урок мужества. Ребятам рассказали о военно-патриотическом объединении «Рейд». На уроке показали фотографии боевых действий в Афганистане и рассказали краткую биографию тех, кто видел войну своими глазами. Кедовой запаса хрименков Юрий Владимирович был ранен, награжден медалью за отвагу. На уроке присутствовал почётный гость, подполковник запаса, председатель Совета ветеранов Игорь Журавлёв. Он подробно рассказал школьникам про саму республику Афганистан, рассказал о жестокости душманов, о помощи местных жителей и о страшной бедности этой страны. Неуправляемое транспортное движение в центре Кабула, бурная река, подступающая к краю моста, вход в трёхкилометровый туннель, пробитый между гор Саланг. Всё это ребята увидели впервые. Для того, чтобы понять тот народ, нужно знать, как он живёт. Поделился гость и личными воспоминаниями о жестокости той войны. Перед нами шли нарывники, в 10 километрах перед нами, попали в засаду. Сначала на фугасе подорвались, потом их расстреляли. На встрече один из учеников исполнил песню «Обычный автобус», как дань уважения гостю и ещё один способ рассказать о том, как это было. Урок оказался очень насыщенным и познавательным. Мне всё очень понравилось, и я поняла, что это была настоящая история живых людей, и они всё это прочувствовали на себе, и это было очень тяжело. Закончился урок благодарными словами в адрес гостя и маленькими презентами на память о встрече. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Деснатовая. В 14 школах региона появится новый предмет – финансовая грамотность. В настоящее время волонтёры и экономисты водят смоленских школьников на экскурсии в Банк России. Работники банка и финансисты учат старшеклассников и малышей изначальной школы не только грамотно тратить деньги, но и ставить перед собой цель, для достижения которой необходимо научиться их копить. Так, старшеклассники Сметанинской школы уже получили необходимые для занятий финансовые учебники. Первоклассникам раздали обучающие раскраски. На сегодня это все новости. Всё самое важное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте disna-defis-tv.ru. С вами была Виолетта Ефименко. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин